В арт-блоке проходит выставка живописи известного запорожского художника-авангардиста, члена Национального союза художников Украины, участника многочисленных международных выставок, пленеров и арт-симпозиумов Гагика Кургиняна. Художник уже бывал в Энергодаре, но это, по его словам, было очень давно. Предложение выставить свои картины в галерее новой формации его сразу заинтересовало, поскольку Гагик убежден, что искусство людям нужно, даже если они об этом не знают. Я убежден в том, что искусство людям нужно, но они этого не знают. Понимаете, живут без искусства. До чего это добудет, мы знаем, да, и видим сейчас там все телеканалы, рассказывают о том, как люди, которые не любили ходить в галереи, теперь стреляют друг друга из автомата. Очень приятно, что есть люди в Энергодаре, которые понимают важность этого, актуальность этого и не жалеют сил, времени, средств в своей жизни для того, чтобы это создать и поддерживать. Я считаю, что Энергодару очень повезло в этом отношении, что такие инициативные люди здесь есть. На презентации выставки было много интересных людей, в том числе жителей Энергодара, так или иначе причастных к искусству. Некоторые посетили арт-блог впервые. Я видела, как эта галерея рождалась у нас у всех на глазах. Мы, конечно, очень рады в нашем маленьком городке, в достаточно достойном городке. Ну, как бы не было такого чудесного, скажем, представительства для живописи. Вот, поэтому... Что касается вот сегодняшней выставки, честно, для меня это такой своеобразный маленький шок. В хорошем смысле слова. Мне ни одна работа здесь нравится. Очень интересная работа. Ну, вызвала сразу такую какую-то интригу. Это вот молодогвардейцы меня посвятили в то, что это означает. Вот, очень интересная, на мой взгляд. Да, ну, собственно говоря, все по-своему интересные. Ну, вот аквариум, натюрморт. Такая удивительная вообще галерея. Такая маленькая, но очень мощная, очень насыщенная, наполненная энергетически. Здесь рады художникам это чувствуется. Здесь рады зрителям, здесь рады критикам, журналистам и просто случайным прохожим. Вот, это, наверное, тоже очень ценно. Приятным сюрпризом для художника стала встреча старых знакомых. Людмила и Владимир Ивашенко познакомились с Гагиком в одной из зарубежных поездок. Затем случайно оказались на его выставке в Запорожье. А когда узнали, что он приехал в Энергодар, отложили все дела, чтобы попасть на эту встречу. Услышал по информации от арт-блок, от галереи о том, что у него будет выставка. Безусловно, мы отложили все дела, чтобы здесь быть. Сделать такой маленький сюрприз и ему, ну, так как бы сюрприз получился такой обоюдный во всех отношениях. Так что человек, который живет в этом мире уже давно, в художественном мире и творчески хорошо работает. Безусловно, очень интересно. Очень интересно, что здесь будут меняться работы на одной из стен, как нам сказали. То есть можно будет посмотреть живьем все, что еще сюда поступило. Может быть, даже что-то заинтересует, безусловно, в рамках приобретения. Потому что многие вещи цепляют, как говорится. С ними я познакомилась в 2008 году, а работы впервые увидела в 2010. Они были совсем другие. Одна единственная работа, вот этот портрет, это из той экспозиции, которая проходила в галерее Ленин в Запорожье. Все остальные работы для меня новые. Но для меня каждая из них это открытие. Вот первая, когда я только зашла в галерею, из того, что я увидела и возле чего я долго поставила, эта работа, вы знаете, я даже не могу сказать, почему, но вот так бывает, да? Что вот сразу первое, что вот, хотя все остальные, я не могу сказать, что какие-то лучшие, они все очень разные, но рука мастера чувствуется во всем. Более того, вот выставка 2010 года, на которую попала, она совсем другая была. Он использовал там такие креативные материалы, как медь, на меди были работы, на каком-то металле, что-то там еще было, нестандартный материал применялся в основу его живописи, очень интересная. Натура художника многогранна. Эксперты и ценители творчества Гаги Кокургиняна считают его генератором идей, открывающим новые возможности в других областях творчества. Сам художник считает живопись языком образов, с помощью которого он передает информацию. Ну, есть определенные посылы, наверное, да, мессенджи обществу, которые можно говорить, я сейчас в Запорожье там участвую в проекте «Громадское талабачение», там у меня есть фильмы в интернете какие-то, мы говорим о культуре, вот, но кроме этого еще я могу говорить языком, который мне доступен. Это второй язык, да, это вот, можно писать буквы, а можно рисовать иероглифы, или можно рисовать более иероглифы в широком, кстати, аспекте, то есть целые картины. И тогда, ну, я и пишу иероглифы в виде картины, да, вот такие. И тот умеет читать, кому этот язык, эти буквы понятны, тот может прочитать от меня еще что-то дополнительное. Метафизика древней армянской культуры впитывалась художником с детства, проведенного в Ереване. Уже более 50 лет Гагик не выпускает из рук кисть. С ее помощью он отображает малейшие изменения и события в окружающей его жизни. Картины этого художника находятся в частных коллекциях многих стран мира. Для жителей Наргадара выставка продлится до 20 июля.